В этом секторе трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою работу, хотя и считают ее незаметной. Мало кто знает, что именно через их заботливые руки проходит каждая полученная библиотека издания и находит свое место на книжной полке или в каталоге. Недаром между собой сотрудники называют этот отдел «сердцем библиотеки», потому что грамотно скомплектованный, обработанный фонд – это основа стабильной работы всего учреждения. Сегодня российский книжный рынок предлагает более 70 тысяч наименований новых зданий в год. Выбрать из этого многообразия самое интересное и полезное – задачи сектора комплектования. В центральную библиотечную систему входит шесть городских библиотек. За год сотрудники сектора обработали и передали для них свыше пяти тысяч документов. Из них около двух тысяч книг поступило в дар от читателей, организаций и авторов. Фонд регулярно пополняется учебной, краеведческой и художественной литературой, интересными новинками и книгами номинантов российских и мировых литературных премий. На комплектование из местного бюджета в 2019 году у нас выделено 400 тысяч рублей, большая часть которых уже использована, вы видите. Комплектование также идет из краевого бюджета. Вот недавно мы получили собрание сочинений Виктора Гавриловича Захарченко. Кто интересуется творчеством кубанского хора, музыкальной культурой Кубани, могут ознакомиться с этими книгами. Нашим библиотекам и города, и района подарены книги, посвященные местному краеведческому материалу. Очень бесценный этот материал. Спасибо большое, мы говорим, Нежинцу Александру Владимировичу и Лобинскому городскому казачьему обществу. Огромное спасибо всем жителям и гостям города, кто дарит свои книги библиотеке. Ведь каждая книга находит своего читателя. Мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество. Сегодня библиотека отвечает запросам времени. Новые перспективы открылись с появлением электронных каталогов. С 1996 года сектор комплектования ведет такой реестр. Сейчас его общий объем составляет более 107 тысяч записей. Благодаря каталогу читатель в считанные секунды в огромном потоке информации по ключевым словам может отыскать необходимый документ. Библиотечный фонд не может существовать без периодических изданий, газет и журналов. И это еще один вид деятельности сектора комплектования и обработки. В настоящее время библиотека получает более 50 наименований газет и 132 журнала. А чтобы простимулировать интерес лобинцев к чтению, сотрудники сектора в 2018 году присоединились к акции «Свободный книгообмен». Ее принцип прочитал, передай другому. Делиться книгами можно с помощью книговертушки, которая находится в горпарке. Правила просты. С полки можно бесплатно взять любую заинтересовавшую вас книгу, а на свободную положить свою, которую уже прочли и готовы подарить другому человеку. В числе первых акцию поддержала горожанка Людмила Ноздрачева. Узнала, что библиотека проводит акцию «Подари книгу библиотеки» и решила принять в этом участие. Те книги, которые мы уже прочитали, решили отдать в пользование библиотеке, чтобы другие читатели также читали эти книги. Здравствуйте. С каким вопросом к нам пришли? Отчет по Центру занавеси о наличии рабочих мест нашей организации. Читательский стаж Валерия Бессонова насчитывает около 50 лет. Сначала брал литературу для чтения. Теперь он частый посетитель сектора правовой и деловой информации. Валерий Валентинович – предприниматель. Здесь ему помогают формирование отправки отчета в налоговую инспекцию и Центр занятости населения. Как здесь отдел существует, я постоянно пользуюсь интернетом, электронной почтой, и услуги другие. Часто требуется новое законодательство. Разбираю, мне предоставляют эти все законодательные акты и по Краснодарскому краю, и по федеральной закону все. И вот мне все это делают в выписке, распечатывают все это. Я пользуюсь в других местах, нигде я больше не найду этого. Сегодня из простого чтения библиотеки выходят на совершенно иной уровень – правового просвещения населения. Эту задачу выполняет сектор правовой и деловой информации, где совершенно бесплатно можно получить доступ к актуальным нормативным актам, материалам судебной практики, комментариям законодательства и многому другому. Все это поможет в решении самых разных жизненных проблем. Ресурсы нашего сектора – это шесть автоматизированных рабочих мест, которые имеют доступ к консультанту Плюс и Гаранту, а также к сети интернет. Мы выполняем различные запросы по правовой тематике. Важное направление нашего сектора – это оказать консультацию для неподготовленных граждан нашего города с помощью компьютера. Сектор работает с 2010 года. За это время его посетили около 20 тысяч человек. И ежегодно количество пользователей растет. В 2018 году нашим сектором было выполнено более тысячи справок и индивидуальных консультаций. А также мы обслужили около 400 пользователей. Самыми актуальными запросами остаются среди населения – это пенсионное и земельное законодательство, а также защита прав потребителей. Среди абонентов сектора – юристы, бухгалтеры, бизнесмены, сотрудники предприятий и организаций, преподаватели и студенты. Я студентка Лобинского социально-технического техникума и прихожу сюда для того, чтобы подготовиться к занятиям, сделать реферат. Очень довольна условиями, которые созданы для студентов, для людей, которые приходят сюда. Уютно, спокойно, хорошо, хорошее оборудование, работает без сбоев, современное программное обеспечение. Если у меня возникают вопросы, работники сектора всегда оказывают квалифицированную помощь, помогают найти нужную информацию и правильно оформить работу. Наличие автоматизированных рабочих мест позволяет читателям самостоятельно работать с информацией. Но если понадобится, сотрудники всегда готовы оказать квалифицированную помощь по пользованию правовыми базами. Помощь нужна какая-нибудь? Пока что все получается. Вроде никаких проблем не было. Кроме того, здесь могут оказать и платные услуги по набору и редактированию текстов, сканированию и распечатке документов. Мы будем рады видеть всех, кому необходимо оперативно получить актуальную и достоверную информацию в правовых и деловых вопросах. Центральная библиотека представляет книжные новинки, пополнившие фонд в этом году. Новые детективы, детская и военная литература. В преддверии Дня Победы в сектор комплектования Центральной библиотеки поступила новая серия книг «Моя война», среди которых книга Виктора Петровича Астафьева «Писатель в окопах. Война глазами солдата». Это взгляд из окопов, где были смерть, кровь и адская работа на грани человеческих возможностей. В этих воспоминаниях мало героического. Это суровая, горькая исповедь солдата-фронтовика. Для любителей военно-исторической фантастики предлагаю новую книгу Олега Таругина «Командарм». Это долгожданное продолжение цикла романов о русском офицере из будущего, начатого книгами «Комбат», «Комбрик» и «Комбдив». Недавно на экранах телевизоров прошел фильм «Движение вверх». Вот перед вами книга Владимира Гомельского «Легендарный финал». Это история триумфа мужской баскетбольной сборной СССР, доказавшей, что нет ничего невозможного. Каждый спортсмен должен обязательно познакомиться с этой книгой. Из новинок художественной литературы – книга Екатерины Рождественской «Зеркало». Это мистическая сага о московской семье в нескольких поколениях, увиденная в большом родовом зеркале, стоящем в гостиной. Ну и, конечно же, для наших маленьких читателей есть новинки. Что такое дом для человека в древности и в 21 веке? Что такое керамические города? Как был устроен дом в Древнем Китае? Все это и многое другое вы узнаете из серии детского проекта Людмилы Улицкой. Дух дома. Дома! Уважаемые жители города и района, новинки в различных жанрах ждут с нетерпением всех любителей чтения.